Что не дает нам сегодня спокойно жить? Это прежде всего то постановление, которое было принято в кабинете министров и ценюком в начале года. Это по отчислению прибыли 75%. Все вы это знаете. И все вы знаете, какие мы меры предпринимаем. Безусловно, что если так дальше будут продолжаться, то развитие нашего предприятия, да не только предприятия, а нашего отрасли, оно невозможно в той форме, которая сегодня необходима для нашего государства и для нас. Это придет вкладывать к этим предприятиям. И в конечном итоге они могут разрыться. Поэтому просто это как ионический против тех отчислений, которые сегодня есть, и мы боремся. Это, в общем-то, все члены Центрального Совета нашего, участвуют в этом направлении. Вы знаете то, что были приняты ряд обращений. Мы проводили такие акции, мероприятия, которые в стене кабинета министров выступали. Неоднократно мы проводили совещание с министром нашим Аниян в этом отношении. Где, в принципе, мы получили поддержку в этом, вот одно из последних совещаний, которое было буквально две недели тому назад в Министерстве инфраструктуры. Сейчас, говорят, правда, опять сменит название какое-то. По-другому будут называться. Ну, не важно, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, с министром мы затравили этот вопрос. На этом совещании были не только профсоюзы, на этом совещании были работодатели, присутствовали ассоциации кортов, были люди. В общем-то, все в один голос сказали, что нельзя так жить. Был депутатский корпус, Борис Козер присутствовал, это заместитель морехозяйственного комплекса в Верховной Раде. Наш это человек, ну, мы его очень хорошо знаем, он знает морехозяйственный комплекс, он работал и в Николаевском порту, и в администрации морских портов. Вот, и, в общем-то, тоже по нашей стороне. Ну, все понимают это, все знают. Была встреча с премьер-министром у меня, тоже, как бы, объяснил, все сказал. Ну, вот так вот, да, вроде как бы. Ну, мы понимаем, что до конца этого года невозможно изменить что-то. Почему невозможно? Потому что те деньги, которые сегодня вложены и вложены в бюджет, и они уже распределяли. Ну, до конца года тут осталось уже месяц. Уже, слава Богу, давайте вот с 17-го года что-то, какие-то изменения произойдут. Я разговаривал с Игоря Витальевичем Токурчаком, он в хороших отношениях, как бы, с премьер-министром, тоже под силу помощи его. Согласился он. Говорит, я тоже буду учиться к этой работе, тоже буду говорить, и он говорил уже с премьером. Вот, со стороны Министерства поддержки есть, везде, в общем-то, поддержка с Верховной Радой тоже есть. Но, тем не менее, это процессы. Мы, наверное, решили следующим образом профсоюз поступать на этот счет. Значит, одна часть снова заявила о себе, вышла на пикетирование профсоюза. На борту Большой Радьес и Николаеву мы идем другим путем. Значит, мы сейчас собираем все материалы и подаем в суд на комбинат Министерства по обмене данного восстановления. Вот, я считаю, что это будет эффективно, оно подействует и даст определенный положительный результат. Ну, безусловно, там обращаясь и к осимфракциям, депутатским и в этом управлении. В общем, процесс, это движется, этот процесс постоянно у нас находится, ежедневно будем говорить, находится на контроле. Стараемся как-то его проймить. Ну, это еще не все. То, что, в общем-то, сегодня как бы привозит профсоюз. Ну, это объекты социальной сферы. Те объекты, которые мы строили, не только мы строили, а строили всех предприятий мостовой водоросли, порты. Это, ну, в частности, давайте не будем говорить, что там у них, а мы скажем то, что у нас. А у нас это Чебанка, у нас это база ВДХ Чебанка и Экопарк. Это два объекта, которые, в общем-то, мы сегодня не эксплуатируем. И, опять-таки, позиция, будем говорить, старого кабинета министров, ну, эти объекты являются некрофильными объектами, и куда-то отдать, передать, подарить, в общем-то. Какой стати мы должны дарить эти объекты? Эти объекты должны работать, работать на коллективы, работать на нас. Они нужны, объекты, быть теми объектами, для чего мы их строили. Они должны оздоравливать наших работников, оздоравливать наших детей. Сегодня, ну, вот, Крыма нет, да? А у нас такой объект, как аквапарк. Крытый аквапарк, где еще такой аквапарк имеется, как не в Одесском парке? Нет. Он стоит. Начали мы в прошлом году реанимировать этот аквапарк. Там 30% доли профсоюза есть. Мы собрались с Центральным Советом, решили его запустить. Запустить решили этот аквапарк. Значит, продали там 1,5% компаний, которая могла бы организовать компанию и начать работу. У нас такая опыт и практика была. Древо Украина была, которая тоже такой период был сложен в Одесском порту. Мы организовали компанию, она успешно начала работать. А потом, значит, мы отказались от этой компании, и порт начал его эксплуатировать. Далее объект. Ну, думаю, вот по такой схеме все это сделано. Ну, начали, как бы мы, вкладываться редко в ремонт. Начал порт вкладываться редко в ремонт аквапарка. Освоили мы до 31 декабря порядка где-то 80% всего общего ремонта. И там уже осталось 20%, ну, для постсоюза там 1400, для поздно там больше миллионов, чтобы этот объект запустить. Мы планировали его где-то в феврале месяца уже этого года, чтобы этот объект и начал работать. Вот. Ну, или что, категорически не ценил, запретил вкладывать средства в ремонт, в реанимирование социальных билетов. Все. И что я в роли министра теперь? Что из этого следует? Мы вложили деньги. В предприятия вложили деньги. И опять эти деньги как? Опять эти деньги пропадут?